Здравствуйте! Меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книги «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Сегодня мы с вами будем учиться искать целевую аудиторию. Целевая аудитория – это наиважнейшая, как оказалось, со временем моего прихода в интернет, самая важная, наиважнейшая, архиважная тема, которую нужно изучить, понять, из чего она вообще происходит, как искать эту свою целевую аудиторию. Потому что многие, придя в интернет, люди, как многие правильно говорят, бьют из пушки по воробьям. То есть невозможно, как оказывается, найти, опять же, человека, того, кого вы хотите привлечь в свой бизнес, с которым вы хотите работать, не знав свою личную, собственную целевую аудиторию. И изучая её, я поняла, что она делится на некоторые критерии, которые я сегодня хочу вам показать. Первое – это общие признаки. Есть общие признаки к целевой аудитории. Это пол, возраст, значит, семейное положение. Дальше у нас идёт. Есть ли дети? Дети – да, нет. Вот возраст забыла я. От, до. У вас делится. Дальше идёт, ну, хотя с этого, в принципе, надо было начать. Имя этого человека. Дальше. Место жительства. Вплоть до того, что вы здесь пишете город, область, район, где он может находиться, ваш человек. Дальше идём. Страна вот здесь вот. Страна. Ну, вы поняли саму суть. Здесь идёт образование. Какого образования этот человек? Мне неудобно писать, поэтому коряпу пишу. Дальше. Мы с вами узнаём, точнее, обдумываем, каков доход этого вашего человека. От, так же, до. Ну, и, возможно, должность. На какой должности он находится или находился ранее. Какова это его должность. Вторая суть будет таковая. Вторая часть будет заключаться о том, каковы его цели вообще в жизни. Его цели. То есть, человека. О чём он мечтает? Мечта. Напишем так. О чём мечта его? О чём он мечтает? Что он хочет в этой жизни? Что он вообще хочет? И что для него важно в этой жизни? Возможно, чего достичь? О чём он мечтает в глобальном понимании этого слова? О чём он мечтает в менее глобальном понимании этого слова? Что он хочет по жизни? Возможно, что-то поменять? Вот две базы. Поехали ещё дальше. Третьим блоком является... Это источник информации. То есть, начнём с того, что где он бывает, человек наш? Где он вообще, по сути, бывает, ходит? Дальше идём. Какие книги предпочитает? Дальше идём. Какие фильмы смотрит? Прямо вот жанр. Здесь тоже жанр. Какие журналы смотрит? Предпочитает. Отвечаете на вопрос. Какие? Прямо конкретно. Какие? Какие соцсети? Какие он предпочитает? Или массовое скопление? В каких соцсетях у него происходит? Дальше идём. Люди. С какими людьми он взаимодействует? События. На каких событиях он бывает? Дальше. Дальше. Сайты. То есть, какие, опять же, вы отвечаете на этот вопрос. Где он на сайтах? Где бывает на них? На сайтах бывает. Где, на каких сайтах бывает? Вы отвечаете на этот вопрос. На эти все вопросы вы должны прямо конкретно ответить. Где бывает? Какие книги, фильмы, журналы, соцсети посещают? С какими людьми любит общаться? Или общение идёт сейчас? Какие события предпочитают? Какие у него, в его жизни существуют? Дальше едем. Идёт четвёртый блок. В четвёртом блоке идёт страх. Определённый страх человека. То есть, вы отвечаете на вопрос, чего он боится. Прямо отвечаете на этот вопрос, чего он боится. И ещё на один вопрос в этом блоке вы отвечаете. Чего он хочет избежать? И есть ещё пятый блок. И в пятом блоке вы отвечаете на вопросы из разряда «возможные возражения». Итак, возражения. Почему он не покупает? Почему он не покупает? Что мешает ему в покупке? Что мешает? Кто принимает решение? Решение о покупке. Здесь речь лично у меня заключается в двух вариантах. Это почему мы не покупаем, допустим, больше, лучше одежду. Почему мы не можем позволить ребёнку крутые игрушки, дорогие игрушки. Что мешает? И кто в итоге принимает решение о какой-либо покупке? Это всё включает себя ещё в моём понимании, так же, как в интернете. Почему мы не покупаем определённый курс? Мы понимаем, что нам нужно расти. Мы понимаем, что нам нужно приобретать новые знания. Но реальные знания стоят денег. И это все прекрасно понимают. Обучение стоит денег. И что мешает нам? Кто принимает в итоге решение? И, ребята, я буду очень рада, если я была вам полезна. Отвечайте на эти вопросы вдумчиво, глобально. Садитесь и отвечайте на вопросы. И до новых встреч. Пока-пока.